я еду сам потому что все уже приехали хотя приехали на пятнадцать минут раньше все и это радует а все вот они все и наша новая ласточка сегодняшняя сам большая глупость людей и он раскрывается а посмотри какой я сюда купил сейчас он залезет еще наверх потому что он установил новый багажник хочет полезет наверх и будет говорить о том что смотри можно стоять увидишь из нас на это купился 3 секунд показывать что можно залезть и начинаем снимать как вы заметили у нас сегодня стас в гостях с канала задрот и его прелестная бричка это бричка это тупо пока фон среди автомобиля сегодня будешь рассказывать о всех минусах о всех капремонтах покрасках вот это вот все 6 не делал покрасил овощи его c3 некрасивных россина них раз завода не завода не крашена давай шо ты с ней делал с а3 я знаю ничего но ты расскажешь так что я ее купил на 150 тысяч а почти свеженькую конечно новую новую данный быть сервер назад тут не 6 лет назад сейчас 220 с чем-то машина тысячи восьмого года но купленная в салоне в 2010 в эти годы очень много тачек ну типа просто стояли в салоне вы что мы просто не могли купить это правда мы вчера также купили создаю оттуда была скидка и челик типа я купил это самая полная комплектация только здесь механика не автомат ну типа на автомате на автомате есть еще этот как бы круиз ты должен говорить этот этот а я угадываю этот этот есть так вот а так это полная комплектация при этом здесь даже рестайлинговые эти уже крутиночки всякие там но она на самом деле в салоне не такая как но вот 2008 года такой же комплектации он будет не такой как но морда жутя еще до резко но рестайл вообще был в тринадцатом году это на самом деле рестайл и в тринадцатом и закончили у этого были как его черные вот эти штуки они были черные потом боковые были черные и задевать именно вот это понял лобода она была и вот понял этот бампер это короче я его таким брал это комплектация да да и эта фишка в том что именно у по моему синий еще у красной модели вот были пару мотну типа каких-то я не знаю там с них раз и там есть они синие но есть там такой синий такой синий сякой синий короче вот именно в этой передний бампер вот вот имеет вот такое отшелушивание сразу по этим пошел ты мне давай с души начнем тебе машина нравится хочешь ли ты ее поменять я я хочу сейчас другую машину но это ощущение хочу продавать то есть останется да ну потому что это настолько черт неубиваемая тачка которая ну просто офигенно она большая сейчас есть человек который у любит ценить задние ряды здесь кстати есть офигенная фишка реально я просто ну я не во всех тачках зажми сбоку такое я не знал реально просто кнопку нужно зажать машины где как раз саша смотрел на то что она двигается вы говорили эмоции ребят я им пристанирую как и многие как тачка для как 1 7 1 семейный автомобиль вообще супер пусто тут есть такие фишки которые мне кажется не в каждом автомобиле такого класса есть то что задний ряд двигается что можно по разному сиденья ну слушай на самом деле про нее история есть что типа сидел дизайнер такой хочу создать тачку компактную но чтоб типа семью возить у него типа семья появлялась он решил нарисовать что-то такое и на базе на урода дорисовала урода урод я соглашусь чтобы говорить про эту машину что она урод надо сначала изучить все остальные автомобили nissan которые выпустили лиф первого да и второго тоже поколения nissan juke они тоже выпустили это тоже компания если что женские как женская женский урод согласен и потом ты смотришь на это и это знаешь как кубик в мире размазни на самом деле я себе когда-то хотел такую машину брать объясню когда сема когда-то купил я ездил на флюенсе флюенсе эта машина ну а нет подожди он я и тогда начинать ездил флюенс это другая же история и вот чирата это как будет машина побольше чуть-чуть она мне казалось чуть-чуть другого уровня типа другого класса машина но я сажусь в этот б-класс и смотрю что даже в базовой комплектации тогда было подогрев сиденье был там какие-то еще фишки мягкий тоже пластик местами не везде но самое главное это салон меня просто он тогда убил потому что у кучеренко была такая машина и у него жена в те времена за него я не знаю чем сейчас занимается но она тогда занималась людей в лес помещались так что беля организации мероприятий там всяких и сколько грузили в эту машину просто на голову не налазит и вот у меня это чирата в которую в багажнике я после чираты я возненавидел вообще сюда если вы думали что я всегда ненавидел сюда но это не так там ничего нельзя было положить багажник при том что машина намного больше этой и потом я смотрю вот на эту она мега практичная без приколов говорю мы сейчас вот когда дойдем до багажника это не шутки он там не просто есть ты когда складываешь сиденье там блин жить можно ну типа да салон на самом деле очень большой учитывая что это б-класс то есть понятно когда я покупал себе автомобиль я первым делом поехал на этот на авторынок чтобы посидеть в тачках короче ну понять если он нравится не нравится чё и короче я думал такой щас буду убирать это пушка это говнюшка хочу поймать на машине я просто не поместился реально это сяд какой-то еще такой помню сяд это будет еще чё-то я такой тебе все отодвинулся и как бы согнулся да вот так отрули это как все ладно сними меня со стасом чтобы люди понимали вот отойди я выровняюсь я метр восемьдесят пять чтобы понимали померились как бы да и хватит все уже побежали твою машину разбирать чуваку давай сашка что тебя поражает в ней сразу сходу салон салон а где обделка в салоне у тебя классно куда выгоняем тут стадут 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 синенькая такая типа знаешь ты на море самом деле цвет синий вот я столько тачку это прикольный цвет это офигенный синий цвет это такой я не уверен у меня есть у ниссана типа синий цвет у меня вчера то было такого же цвета у тебя выпадают кто выпадает от возраста это нормально а это нормально все нормально да в салоне обделка да да нравится реально ну обделка да так это понятно я не люблю кожу и люблю когда полностью ткань а вот кожа тканью это прям вот мне нравится а скажи это чехлы или ану санька встань просто состояние интересное состояние в салоне обделано Посмотри, 220 тысяч автомобилей, посмотри на вот это. Эх, чувак, он весит килограмм 50, типа, чем ему там протирать? Послушай, ну, я не верю, что, блин, сегодня современные автомобили в таком ценовом сегменте, как стоил этот автомобиль. Кожа, не кожа, что они 220 тысяч проедут с вот таким качеством салона. Посмотри, нет вкладочек. Здесь такое естественное старение, как на кожаном чехле от айфона, понимаешь? Ты можешь говорить, посмотри, как, естественно, со спатина какая пошла под моей жопой. Платина под жопой. Что тут это такое? Блин, наверное, можно было выпить хотя бы. Ну, как, чувак, не пополирусить машину, полиролька не понатирать, не по это, ну, что это так, как так можно ездить? Я не удивлюсь, если у тебя там старый, вот это когда мы в МАК ездили, у тебя там до сих пор это будет валяться, чувак. Аккуратно, хорошая машина. Ай-я-я, курс, водитель говно. Я на самом деле хотел, я даже узнавал в чате, я хотел себе эти поставить. Ева-коврики. Нет, да, Ева-коврики, нет, эти коврики, человек, я их выбивал, чтобы понимал, я как-то поехал в село и начал их выбивать. 15 минут выбивал, 20 минут выбивал, химия. Просто вот ты, они высушились, я такой, езжай. Слушай, да, это нереально, я тебе говорю, вообще без... Сашка мотиватор, блин, мотивационный тренер. Смотри, какой смич. Ребята, хотите попасть на видео? Ну, Саша, ну, Саша. Ну, сначала пошли вы в жопу. Приезжайте, а в подарок удушения. Человек хочет, чтобы на его машину сняли обзор. Сначала пройди через меня. Подожди, значит, что он и любит. Ну, правильно? Нет? Нет. Ты бы сейчас сказал. Я люблю свою машину, я бы приехал в чистой, красивой машине. Без саморезов. Конечно. Выкрутил бы все. Ты чище, чем у тебя, смотри на его чистую машину, вся в пятнах, грязно. Ой-я-я-я. А ну пошли. Нет, обзор этой, ласточкой, будет позже. И вы увидите, что значит, старенькая, ну, очень. А вы напишите в комментариях, интересно ли вам о той ласточке узнать. Не о той, а о той. А у нас, это семейная машина, она от семьи в семью. Так, качественный пластик, чувствую уже. Нет, он тут не мягкий. Нет, он только вот здесь мягкий. Ну, там, где стрелять. Да, там, где надо стрелять, там мягкий. Кстати, говоря о подушках, ты шаришь, что большинство выпущенных ноутов подпадают под отзывную кампанию, связанные с пиропатронами. Потому что пиропатроны встроены типа в подушки, я не помню, то ли с девятого года. То есть твоя, может, и не попадает. Но с девятого по последние годы выпуска пиропатроны были чересчур мощные. И, короче, тебе могло так и лисчика немного. Эх, и нет. Ушатало подушкой. Вот, поэтому я бы чекнул эту инфу. Крутилочки, они на самом деле, ну, таких очень мало в нотах. Крутилочки? Да. Честно, мое почтение, восьмого года крутилочки. Мы поражаемся сейчас крутилочками. Значит, новая серия «Чему удивиться, Сашка?» Крутилочки. Послушай, иди сюда, камер, наклоняйся. Нет. Послушай. Там что-то сломалось, оно и щелкает. Нет. Да я знаю, это так на разделе. Это как «Тестик Энджин». Да, да. Это так как «Тестик Энджин». Пока они еще не то, что «Айфон» они сделали тогда. Вернее, они не то, что «Аппл Вочи» не сделали с этим «Кравном». Они «Айфон» только первые пытались что-то с ним сделать, что по «Боинку» можно было ставить. А «Ниссан» уже тогда делал. Это потому, что они с «Рено» сотрудничали. «Рено» знает, как делать машины, поэтому как бы… Смотри. Да, чувак, да, у меня в «Кангу» такая тема была. Но! Когда ты… Подожди, вопрос перед тем, как я охренею полностью. Она летает! Это родное? Конечно. Охренеть! Да они такое сделали, брат. Чувак, это реально семейная машина. Семейная машина? Да, да. Тебе так берешь, достаешь. Тут она убита, чтобы что-то малой сидит на ногами по ней. Ну, это кохеренно! Ну, это же… Я, чувак, иногда, что ты понимал, ты заезжаешь в «Мак», когда там где-то… Да, я реально сажусь назад. Я в «Кангу» так делал, чувак. Да, реально. И оно… А как сложить? Оно нормально стоит? Просто сильнее, да. Семейная. Точно? Да. Оп, и купил. Слушай, класс! Ну, класс! При этом, при всем, посмотри, как сидеть сзади. То есть, ты купил в «Маке». Ты купил в «Маке» это все. Ты с моими ногами, не коротенькими, сел. Это самое дальнее сейчас… То есть, ко мне? Да, да. Блин, это охренеть. Не, серьезно. Просто я эту машину не то, чтобы первый раз увидел сегодня. Я от нее перся давно. Я ее не купил, потому что, блин, друзья мне рассказывают… Не, мне друзья рассказывают, это не солидно, это уродская машина. Мне она вот этим всем понравилась тогда. Сейчас она мне капец нравится. Эта штука стоит 5 тысяч долларов сегодня. Ну, какой у нее ценник? Семейная? От 4 до 7. От 6? Не гони. От 4 до 7 тысяч, да. Последняя машина какая у нас была? Сан-Юн. Сан-Юн. Сколько денежек? За 9 купил человек. А так где-то 10-11. Вот почему? Это тяжело было вот там сделать вот такой вот. А это не родное? Не родное. Ну… А ну еще раз скажи это, пожалуйста. Это родное? Ну, здесь 3 этих. Просто в других комплектациях сзади нет такой штуки. Да. Иди сюда. Саня будет удивляться, смотри. Опа. Смотри. Охренеть же. Подстаканчик и бардачок еще один. Два по стаканчику. Подожди, а что это делали? Кто? Япония, Корея? Не, японская машина. Японская машина. Но собиралась она вроде в Британии. Ну, чтобы вы понимали, вообще вот это типа суперноуты. Это суперопулярная тачка в Японии. И новые ноуты. Вот мне, знаешь, что нравится именно у ноутов? Это то, что они из старого поколения в новые. Ну, вот каждый раз, да, выходит какая-то тачка. То они как-то придерживаются, знаешь, слышат потребителя, можно так сказать. И делают, в принципе, то, что требуется, знаешь, от машины. Она вот всегда внутри просторная. Она всегда урод. Я не согласен. Мне нравится, как она выглядит внешне. Второе поколение мне уже не так нравится. Вот это весьма... Чуть удерживаются. Это ты, да? А? Ты? Угадывал, да? Я два раза или три раза мне жена звонила. Стас. Два раза она врезалась. И два раза... С одной того же. Ничего, ничего не заплачено. Ничего не это. Просто она такая, ну, все, поехали, поехали. Я скрылась. Отлично. Хорошо. Покажи. Покажи. Да ты что, смотри, брызовички и купил. Это Александр к этому тоже придет, чтобы не забрызывать других людей. Ладно, при всей вот... Ну, при всем моем восхищении. Давайте посмотрим вот сюда. Ну, опусти. Да. Просто хочу на качество обратить внимание. Мы недавно Игнис снимали. Это моя машина, ну, как бы машина моей жены. Я тогда рассказывал, что багажник там сделан весьма похабно. Ну, потому что вот эта тема, она мало того, что из материала просто картон. Она постоянно вылетает. Она не сидит нормально. Ты вот это смотришь, это реально качественная вещь. Ну, она, понятно, сейчас просто снята с петелек. Где эти, вот, вот эти петельки. То есть ты цепляешь, и оно поднимается. А с этой стороны нет петельки. У меня с салона ее нет. Я понял. Но, смотри, посмотри на этот пол. Он, кстати, может... Тут, знаешь, вот есть как бы еще багажник дальше. А потом еще дальше. У него есть минусы. Он из-за того, что скрывается, ты туда просто... Такие пустые контейнеры и все. И ты туда вообще никак в жизни не сможешь. Туда можно капсулу, которую через 20 лет будешь смотреть. Знаешь, типа, какими мы были 20 лет назад и какими мы видели будущее. Там что-то есть, а там есть еще одно и там еще это. Еще. Да, там еще докатка лежит. Сейчас ты не достанешь. И там докатка, докатка. Я понял. И вот эти штуки... Ну, что это охеренно. Поплыла. Тут, короче... У тебя, там, по-моему, кто-то живет. Чувак, это тупо грибок. Она, на самом деле, эта штука была разрушая. Она встанет и уйдет скоро. Слушай, классно сделано. Посмотри, посмотри. Да, классно сделано. Ты можешь сделать там органайзер перегородочкой. И иметь доступ к двум отделениям сразу. Блин, ну, я без приколов говорю. Мне капец нравится, как все сделано. Посмотри, еще один прикуриватель. Плюс ты можешь подвинуть же задние сидушки. И у тебя этот багажник станет еще больше. Давай сложим сиденья сейчас. Сначала подвинь. Она двигается, кстати, если что, сзади. Но тут все завалено. Либо и спереди. Да, да, на ту сторону двигается. Как оно двигается? Снизу. О, посмотрите, насколько. Это как бы среднестатистический размер. 15 сантиметров. И из-за того, что здесь полка, у тебя практически ровный пол получается. Если убрать, понятное дело, ровного пола уже не будет. Но все равно, слушай, сюда загрузить можно? До хрена всего. Нет, в принципе, можно спать. Я бы, наверное, где-то там в приборку головой упирался. Но, но, если мы сделаем это, да? Приехал, тут в машину разобрали. Я думаю, что ты, чувак, все настройки сбили тупо. Мразь ли? Люди офигевают. Просто мразь. Просто. Я прошу вас, ребята. Значит, смотрите. Ну, это просто у Стаса сейчас не контрится, так сказать. Но. Вы стелите каремат. И тебе очень удобно тут лежать, безусловно. Да, чувак, пожалуйста. Здесь охрененно будет спать. Легко просто. То есть, сделать ровный пол. Блин, как мне нравится эта машина. Ну, посмотри, Стас, ты здесь можешь спать. Вот, на комфорте. Смотри, как радуется нормальному размеру автомобиля. Ну, так нет. Ну, ты не ляжешь, скорее всего. Да какой не ляжет, Стас? Ляжешь? Не, ляжешь, ляжешь. Блин, посмотри на этот, чувак. Как это прекрасно. Прекрасно. Я даже водительскую так же сложил. И два полноценных спальных места. Сколько эта семейная машина? Кушай. У тебя денег из кармана. Ну, смотри, сейчас где-то 6,6. 6,6. Это 1,6? Или 1,4? Да, это 1,6. 1,6 на ручке. Это самый такой нормальный для нее двигатель. Был 1,4, но он реально его крутить надо постоянно. Ну, вот раньше, когда я слева налево ездил, тут 5,8 находило. До 6 это прям можно было подгазовать. Смотрите, у Печеренко был 1,6 с автоматом. И он по Европе катаясь, что-то там хавал тоже в районе 6 литров. Но тот автомат, он прожорливый. Да. На ручке здесь, если аккуратно ездить, я думаю, что можно... 1,8 я выбрал. Да, это бензиновый двигатель. Фиг, гасся. Еще раз, это не дизель. Это 2008 год. Бензиновый атмосферный двигатель 1,6, который к тому же еще и чуть-чуть едет. Но в плане его не назовешь. Прям вообще дохлым-дохлым. Да, нет, он, ну, есть чуть-чуть динамичный. Под капотом. Давай, да. Как мы уже и говорили. Я понимаю, у вас этот, да, съемка, а потом вы уезжаете. И все, и ты сам собираешься, сам вот это вот все делаешь. Как мы уже говорили, есть 1,4 и 1,6 бензин-атмосфера, но также существовали для европейского рынка варианты с дизельным двигателем 1,5. И это 1,5, который можно встретить в роношках. Это то же самое там в Megane 3, в Sanderic. Во всем вот это можно встретить. 1,5 это тот же самый дизель, устанавливался здесь. Но 1,6 это и 1,4, это именно ниссановская разработка. И из сложностей, что тут нужно делать, это разбирать впускной коллектор, чтобы поменять свечи. И свечи дорогие сюда нужно ставить, иридиовые. Вот. В остальном цепной мотор, цепь выхаживает 200 тысяч. Да, я же миллионник. Ну, типа сам мотор, да, типа ездит и ездит. Ты цепь же, что у тебя 200 сколько? Да, я менял цепь на 200 тысяч. И то, я все менял не потому, что что-то поломалось, ну, по факту, а потому, что такой, типа, ну, оно подозрительно хорошо едет. Это хорошо. Слушай, давай, давай как-то, ну, мы реально как-то начинаем прям расхваливать тачки и все остальное. Стас, назови, вот знаешь, там 3-5 причин таких боков этих машин, ну, вот реально, что тебе не нравится. Ну, смотри, я точно знаю, что у нее есть бока с трапецией этого. Дворников. Дворников, да. Ее надо смазывать. И это нормально, ну, как бы по бабу даже, ну, может, можно встать, потому что ее даже переделать, у меня уже была с ней проблема, и я ее тоже, ее полностью пересобрали и собрали. Я вначале думал купить бэушную на разборке, а потом думаю, она потом тоже крякнет, знаешь, непонятно когда. Поэтому мне полностью все разобрали, смазали, тогда она же точно работать будет, знаешь, когда ее все замок собрали. Вот, я там что-то типа 150 баксов где-то стоил. А здесь есть проблема с этими, с Аморами, они тоже могут достаточно быстро отлетать. Я, как купил машину, один раз поменял в самом начале, больше не менял. Это действительно проблема большая. Не, но передняя подвеска у них такая себе. Я слышал, да, от нескольких водительцев, даже Ваня, по-моему, у него тоже есть из Asus, у него тоже новое, но только, по-моему, он новее. И он тоже тогда говорил, что этот, ну, в круг надо менять там подвеску, достаточно типа часто. А по салону скрипит, не скрипит? Нет, пластик скрипит, ну, как бы, ну, он пластиковый. Любой пластиковый салон, мне кажется, так или иначе будет скрипеть. А какие-то такие проблемы, ну, вот я сцепу себе менял, но, знаешь, мне тяжело сказать, ездит от 200 тысяч, я как раз-таки практически все менял на 180-200. Я на 100 тысячах поменял на вчера эти сцепления и выжимное, и корзину, поэтому это нормально. Ну, да, да, вот прям, чтобы, знаешь, какая-то такая болячка была. Она же построена на базе, там, микро, и немного элементы у нее похожи на те же Renault Clio, Renault Symbol, вот это вот. Сзади у нас обычная балка, спереди MacPherson, ничего сложного. Ну, да, еще, может, прикрыть. Так, нет, еще проблем никаких, нет, никаких проблем. Но Стас правильно говорит, что многие владельцы отмечают, что передняя подвеска довольно быстро изнашивается, многие узлы, и приходится менять. Амортизаторы, опоры амортизаторов, стойки стабилизаторов, втулки стабилизаторов, шаровые и ступичные подшипники. Все это является, ну, грубо говоря, расходником, потому что у некоторых на 60 тысячах отрыгнет, у некоторых на 80-х, у некоторых после 150 что-то произойдет. С задницей ничего не происходит, потому что там балка, два амортизатора и две пружины. То есть там максимум, что может у тебя выйти из строя, это два сайлентблока, которые крепят эти балки. Колеса спустить. Ну, колеса у тебя, да, могут спустить. Могут колеса спустить. Резина, кстати, может стираться еще. Это, в принципе, распространенная у них проблема. Касательно сцепления, ну, типа, оно у многих выхаживает 150-200 тысяч. У меня этого сцепления, мы как-то ехали просто по Перово, и я такой, ой, а все. Уже? Я нажал на сцепление, а оно, как бы, не отжалось. Посмотри, посмотри, он делает вид, что мы не здесь. Вот, не, касательно лакокрасночного покрытия, и у красного цвета такие проблемы есть, и у синего. Да, я говорил, на самом деле, да, вот именно там у красного сцепления, но это у ног, я не знаю, как у вас, скажем. У РНУшка то же самое. Ну, это если она с брошюркой специальная, тогда там происходит такие. Да, для мужиколошцев. Касательно двигателя, вот, цепь ходит тоже 200 тысяч. До 200 тысяч, ну, ничего, свечи ты меняешь, это, как бы, сложно и немного дороговато. Говори, мне поменяли себе цепь, я же себе цепь менял, ну, со всеми там вот этими прибамбасами, натяжителями и так далее. И мне сказали, что, ну, я сказал, меняем вообще, без вариантов. Вот, мне сказали, мне даже стыдно, говорит, одну цепь со всеми этими в хорошем состоянии менять на новую. Говорит, может, не надо, когда уже купили, давай, вот, ставь. Вот, поэтому даже на 200 тысяч, ну, как бы проблем не было. У меня были проблемы со свечами, потому что я свечи не менял. Ну, значит, проблем со свечами не было. Вот, даже черри, который мне, типа, ну, за машиной смотрит и все делает, он даже заводит, едет, говорит, да нормально едет. Я говорю, так я не менял 60, я вот как купил, я не менял свечи. И он, конечно, досагает, ну, не очень не выглядят, но потому что она все равно ехала, у нее не было каких-то проблем, фрдык, фрдык, мурдык. Да, ты, если бы еще ездил, ты мог приговорить к катушке зажигания. И вот прикол с свечами, это единственное место, где что-то течет и где что-то есть какая-то проблема. Со временем изнашиваются уплотнительные кольца на верхней крышке там свечных колодцев. В свечные колодцы, вернее, может потихоньку начинать поступать масло, из-за чего свечи заливаются маслицом. Из-за этого они хреново работают или быстро выходят из строя, из-за чего в дальнейшем выходят катушки зажигания. Но это настолько единичные проблемы, что в какой-то серьезный минус записать. О, аккумулятор поменял. Ну, сколько лет? Вот за сколько, 12 лет? Средняя жизнь аккумулятора 6-7 лет. 12 лет проходили. Ну, я не знаю, но я в плане... Еще жидкость омывает, ну, скажем, заливал чего-то. Заканчивается, блин. Закончилось. Все, два дня назад закончилось, я такой думаю, блин, а сейчас вот, смотри, сейчас зимнюю покупать, ну, без толку, ну, потому что реально уже сейчас лето, оно потом здесь будет, да? А летнюю зальешь, сейчас ночью, блин, минус 3, минус 4 еще. На воздухе поезжу просто. Я такой, ну, ладно, пару дней потерплю. И вот ты как раз в Русях еще держишь такую штуку, которая из-за того, что это как бы пластик, он довольно быстро мутнеет и довольно быстро покрывается. Да, да, пары улетают вообще за 10 секунд. На самом деле, это, опять же, я все это склоняю просто к нашим песочным дорогам частично. Единственное, что заставило бы меня вообще разочароваться в человечестве, кроме этого автомобиля, кроме людей, которые устроили, это если бы здесь линзованная оптика была. Я рад, что ее здесь нет, это было бы уже ту матч. Ну, я сюда ставил, значит, леды, и, ну, как и Олег, который поставил себе леды, говорит, что хорошо светит. Я тоже поставил себе леды, хорошо светит. А потом поспрашивал у окружающих, да? Да, да, ну, хорошо светит, но только мне, всем остальным просто, ну, вот такая вот телега. Адекватный человек, и вот, когда вы все увидели это, вы должны задуматься, те, кто ставил себе вот эти блоки ксенона китайские, леды, пожалуйста, нам сложно ездить. А я против вас поставил оружие, если что. Я когда купил тачку, у меня здесь остались еще пару вещей от предыдущего владельца. Руки типа ноги, что ли? Он был хирургом. Руки, ноги? Он был хирургом, и что вообще тачка куча проехала, он жил где-то там, не помню, 30 километров, 40, короче, километров от Киева, ну, а работает в Киеве. И из-за этого он, ну, как бы, достаточно много намотал, но, в принципе, что-то по трассе было. Вот, и осталось от него до сих пор лежат там перчатки эти наши одноразовые такие, вот, и куча этих предохранителей, которые на эту машину никуда их некуда поставить, он, походу, их как-то купил, может, ему сказали, знаешь, они реально не подходят. Вот это самый большой минус этого автомобиля, я реально ненавижу это, ну, посмотрите, это сейчас надо делать обратно поступательное движение. Слушай, вот, кому не поломается электропривод, у тебя выйдет из строя. Давай. Мне кажется, не в каждой тачке такое есть. А, у тебя же есть она, да, давай. Что ж, что ж, пожалуйста, я... Не гони, чувак, я не думал, что я могу офигеть, отчего так офигеть, почему у меня этого нет, мне это надо, чувак. Это больше, чем мой багажник в целом. Капец, блин. Охренеть. Бардачок глубокий, и кто-то скажет, блин, ребят, ну, непрактично, все вылетать будет, надо нормальный бардачок, да? И как бы, если что, нормальный здесь есть тоже больше, чем мой багажник. И он, кстати, с этим еще, с кондиционером. Не гони, он заослаждающий, да? Ну, нет, нет, пожалуйста, не надо. Получается, что да. Но нужно найти в этой тачке хоть какие-то минусы, поэтому мы сейчас проверим, насколько она вместительна, смогут ли три здоровых мужика усесться сзади. Типа, там места вечно? Места хватит. Да, 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 места хватит. Да, вот. Давай, оп. Все как бы. На? Нормально, плотника уселишь. Слушай, ты даже я реально помещаешь. Да и мне комфортно туда, так приятно. А под головой, смотри. Можно свет включить. Нет, ну реально едет. Если ты сам, она стартует. Мы в пятером сидим, подожди. Она 110. Как? Это работает. Ну, смотри, машины ездят, Сашка. Хватит гасать. Хватит гасать. Кто его позвал? Это, говорит, Джимми, чувак, не сгоняется никуда. Машина стены ездит. Да нет, чувак. Ну да. 1,6 в 500 лет. Чего 10 лошадиных сил? Было. Было. 110 лет назад у него было 110 лошадиных сил. Ох, сиплез, коррабы поменять. Пожалуйста, как ты переключился, чувак? У меня же эти сжались. Тормоза, да, да. Как бы тормозило поребрик. Вернулся бы в 2008 год сейчас. Я бы вложился в акции Apple, Bitcoin и купил по Nissan Note. Ох, ты про каждую тачку так говоришь. Практически про каждую тачку. Нет, ну нет, чувак. Я бы не Grandeur. Я говорю, что они хорошие по-своему. Но Grandeur я бы в жизни себе не купил бы. Но она бестолковая для меня. Почему? Ну, не будем сейчас про это. Вот эта машина, она реально, смотри, прошла слость года. И она не утратила, во-первых, актуальности. А во-вторых, ну посмотри, какая она напичканная, какая она приятная просто в каждодневном использовании. Для, вот в целях практичности. Вот мне такая нравится машина. Я напомню, что одна из моих любимых машин, которая у меня была, это Renault Kangoo. То есть вы должны понять, насколько мне нравится сейчас Nissan Note. Ты же понимаешь, насколько она, ну она же не единственная. Такая и многие автомобили, построенные на этой же платформе, использующие эту же подвеску. И похожие агрегаты существуют в этом же целом сегменте. Если точно такое же, что был по вместительности внутри и по размерам, это Renault Scenic. Только у Renault Scenic есть еще вариация Grand Scenic, там где 7 месяцев прибавился багажник. Это не тот класс, ты что? Ну, Renault Scenic. Это минивэн, но это микровэн. Renault Scenic, он по размеру такой же, он 4,20, по-моему, для меня. Это его минус. Что, что, что минус? Что он по размеру такой же. Не, ну это типа, там такая же подвеска, как здесь. Практически чуть ли не в болт-болт. Там похожие агрегаты. Но там Renault, правда, 1,6 и бензиновый. Но дизель 1,5 точно такой же, как здесь устанавливался. Там тоже есть трехступенчатый автомат, который средний по надежности. Либо 5 ступки, 6 ступки, в зависимости от бензин-дизеля. И по всяческим лоточкам, кармашкам и всем остальным, это очень похоже. Потому что, как бы, они сотрудничали с Nissan Renault. И довольно похожи автомобили. Да, но мне кажется, что именно Nissan Note и Scenic, это две разные вещи вообще. Ну, типа, Scenic, он больше класса. Scenic, он маленький, сам по себе. У него багажник плюс-минус. Гранд Scenic, он уже, типа, там 7 мест могут, 7 человек могут съесть. Либо там 5 человек и багажник у тебя появляется. Обычный Scenic, он довольно маленький. Он чуть-чуть пошире этого автомобиля. Нет, мне просто Scenic очень тоже нравился все время. И я, когда опять же Renault увлекался, мне очень нравилось поколение вот этих лет Scenic, которое называлось то ли Conqueror, то ли как-то Conquest. Короче, какая-то была именно тема. Это в тот момент, когда еще не было всяких кросс-версий автомобиля. Это самое первое поколение Scenic, оно полноприводное было. Нет, первое поколение было вообще с полноприводной версией, то другая вообще машина. И, кстати, тоже прикольная. Если у кого-то есть, напишите, потому что я знаю, что владельцы их до сих пор не продают, потому что она очень редкая, и они прутся от нее. А второе, у нее убрали полноприводную версию, но добавили типа кросс-версию по сегодняшнему меркам. Там пластиковый вес, она чуть выше была. У нее бренд свет был такой типа рыженький. Она очень красиво смотрелась. Я на нее тогда смотрел, я очень перся от нее, но я уверен, что это другой класс автомобиля. Просто по цене они практически идентичны. Сценников очень много завезли, и даже можно в этом ценовом семейке около 5-5,5-6 тысяч. Даже грант-сценнику хватить, и у тебя получается довольно вместительный семейный автомобиль. Слушай, не знал, надо больше, наверное, чем. Я вижу Стаса в зеркале, он делает вот так. Я не знаю, я просто... Он как собачка болтается на стадии. Мне кажется, что ты... Если бы у нас был партнер автория, мы бы сейчас посоветовали перейти и по подборке нашей посмотреть. Чувак, ну серьезно. Я же в этом ценовом сегменте сотрел, плюс-минус, когда даже искал себе Megane. И условно те же Megane второго поколения в этом ценовом сегменте. А сценик это по факту тот же Megane, только как бы повыше и более надуги. Стас, ну я так скажу, что если сценик 2008 года стоит столько же, то Nissan сосет. Да почему? Ну, я сказал Nissan на уровне, в принципе. Не, ну а какие минусы у Nissan в сравнении с ценник больше внутри? Ну, чуть-чуть шире, но... Он имеет больше трансформацию, у него заднее сидение можно... Двигаются по отдельности, в этом прикол есть. Тут салон там полностью мягенький. Ну, как бы, ну, такой же простенький плюс-минус. Там даже в Максе, это максимальная комплектация? Там максималки, экран большой. Да, там экран был, там же шниприбор. Чувак, я хочу сказать, что ты что-то чешешь. Отвечаешь, отвечаешь. Смысляешь какую-то дичь, не может. Ноут стоит столько, ищи сейчас открывай. Автория, и покажи мне... Моей сестры пригонял сценик 2008 года и продавал его за 5000 доляри. Мне с такими перегазовками, чувак, переключайся. Мне тупо жалко Стас и жалко сцепу. Чувак, здесь все не убивает. Стас такой, ай, куру, поменял сцепу опять. Ну, просто мне эта машина нравится, но учитывая, как бы, класс ее. Я считаю, что это вот Renault Clio, Renault там, ну, условно, чуть позже появились, что там у нас Sandero, которая Dacia. Вот класс, и они сильно хуже. Ну, это реально тот же класс, понимаешь? И они сильно хуже, чем эта машина. И по оснащенности, и по... Это Volkswagen Polo. Ну, Polo и Scenic. Мне кажется, ты реально что-то втюхиваешь. Что ты втюхиваешь, чувак? Их навезли как говна. Их сейчас можно купить за, не знаю, за обед поменять на тот Scenic. Это уже следующего поколения. Это следующего поколения, чего? Третьего. Так и что ты мне вот это вот рассказываешь? Я в этом ценовом сегменте крутился и сотрел все варианты, которые есть. Знаешь, за эти же деньги Grand Scenic можно взять. Ну, конечно, наверное. Grand Scenic. Ты сейчас понимаешь, сколько ты денег вбухал в свой бампер? Да. Да ты дома Scenic вбухал, чувак. Нахрена ты это сделал? Я мог купить Scenic. Да, чувак, я купил бампер. Так, а что у нас есть по настройкам? О, жопку можно провалить, и Стасу все настройки поломать. Отлично, поехали. Поехали. У меня все настройки, все на максимум, поэтому мне ничего не поломаешь. Я тут как ПК-боярин тоже, все на максимум. Если можно выкрутить побольше, я выкручу. Боксовальные настройки. Кроме спидорки сахометра. Спидорки-то хометра, отлично. А это что, АУКС? Стандартный АУКС, у тебя есть? Да, да, есть блютуз. Голосовая, можно говорить. Тачку к телефону подключить и говорить, как вы сразу к консервирую. Тачку к телефону подключить. Не телефон к тачке подключить. Тачку к телевшебанкам, где паркафона, где наук. К айфону можно подключить наушники, блин, док и машину. Она сама газует, какого лешего? Смотри, я газую, отпускаю степку. Чувак, я отпустил педаль газа, и она сама газует. А? Давай подвеск проверили. Такая себе. После какого лешего она сама газует? Смотри, подожди. Не знаю, я еду, чувак, смотри, я еду. Тысяча, ну, две тысячи оборотов. Отпускаю газ, она поднимает обороты до двух пищевых. Ты дальше переключилась, а еще она запас какой-то. Ну, так я в первый раз вижу, что машина сама поднимала обороты, когда я отпускаю газ и выжимаю сцепку. Ну, она как бы... Еще у меня горит жопа. Спасибо большое, пожалуйста. Паскуда, тварь. В прямом смысле жопа горит. Двухпозиционный подогрев, между прочим. Очень приятненько нагревает. Паскуда до сих пор. А ты думал, что она... Она быстро не отпускает. Сразу скажет. А, не надо? Не поделись, я немножечко. Чувак, создаешь вовремя ситуации. Кстати, по поводу еще этого. Она же мне не на газу, ну, а типа чистый бенз. И я думаю, ну, ее, типа, предыдущий владелец как раз продал из-за того, что на нее, типа, гемор на газ ставить. Есть у нее какая-то проблема. Я, на самом деле, сам не смотрел, ну, что именно, да. Потому что мне вообще пофиг было на газ. Вот, и челик такой, типа, блин, я что-то смотрел, смотрел. Качество это очень дорого. А из-за расхода, ну, здесь небольшой, да, расход. И получается, что, блин, пока ты это все поставишь, пока она у тебя купится, ну, вообще, бессмысленно практически на этот кноут ставить газ. Мне кажется, что сценик больше жрать будет в городе. Ну, конечно. Он будет побольше жрать, но на него намного проще поставить газ. Есть комплектации, которые по стоку были с газом в Европе. Такие были даже, ну, вот, Меган, сценик, и у них даже на приборке сидели. То есть у нас можно найти такое сейчас привезенное. Да, если поискаете, нередкие, на самом деле. Типа фуллгаз? Да, там даже. Не-не, там, походу, бензин с газом. Да, там. Ну, ты можешь заправлять просто штатно, не где-то в банкер пердолить шло. Да, штатно у тебя вставлено. Минус данных двигателей, то, что газ сложно поставить из-за того, что если просто колхозно его вкорячий, то у тебя из-за изи вообще прогорят клапана. Там нужно намного чаще регулировать зазоры, увеличивать тепловые зазоры и еще проводить некоторые модификации. Я не буду вдаваться в детали установки газа, потому что я в этом тоже не силен, но это довольно затратно по воденькам. И так как расход тут не такой уж и большой, то смысл как бы ставить газ? Ну, да. Ну, именно гемор, да, не окупится. Еще плюс, кстати, из минусов, здесь шумка ужасная. Ну, как бы по трассе, если едешь 110, то уже как бы надо в музычку еще громче включать. А сколько оборотов на сотня? Ну, 3-3,500, наверное. 3-500 на сотня? Да. А ну, разгони сейчас до сотни. Спасибо, не надо в городе, как бы, чтоб штраф прилетел. Так, на себе. Но, так как у меня тоже типа 1,6, который может где-то и немного техническо похожее, такая же пятиступка по факту. У меня то же самое, 3-3,500 где-то на 100 километров. Нормально. Так, 3 или 3-500? Не, ну, на 100, я скажу так, что где-то на 110, наверное, ну, так как я по трассе ездил и смотрел примерно, то вот где-то, ну, 100-110, то как раз где-то там 3-3,500 в этом вот диапазоне. Ну, наверное, тоже зависит от того, как груженый ты, не груженый и так далее. Вот я ездил там 1, по-моему, как раз недавно, в Чернигов. И вот в среднем где-то там до 3000, ну, 3-3. Какого лешего? Ну, водить не умеешь. Чувак, водить не умеешь, ЮРС, блин. А тут она реально, ну, поднимает обороты. Я вытаскиваю передачу, отпускаю сцепу, и она задирает обороты. И типа то, что ты сказал, что она едет, чувак, она едет тупо так же, как мой Мегам. Нет, так я не говорю, чувак, еще раз, я не говорю, что она спортивная тачка, гонщик нелегальный, она едет хорошо. Смотри, смотри, сейчас снимаю. Лучше, чем мой Джимни в раз 10. Ну, это понятно, на движение моих ножек и на движение на этом. Начинаем ехать, я разгоняюсь, выключаю передачу. Ну, ты отпускаешь просто ее, здесь надо отпускать раньше чуть-чуть. В смысле отпускать раньше? Ну, ты привык бы. Ну, типа да, ты привык. Я еду, смотри, я еду. Отпускаешь? Нет, ты отпускаешь поздно. Газ отпускаешь поздно, надо его отпустить. Одновременно с педалью сцепления. Да, в этом фишка, смотри, она дает тебе время на то, чтобы ты отпустил газ. Ты отпускаешь газ, машина еще будет чуть-чуть подгазовывать, чтобы ты успел, ну, как бы переключиться. Более, тебе не надо дожимать этот газ. Короче, у всех сцепление работает по-разному. Когда-то у нас будет чарата, я договариваюсь сейчас за дизельную чарату. И ты попробуешь, как там работает ручка. Потому что там ты вообще будешь так жаловаться. Все, кто садятся за чарату тех годов, они не понимают, как работает механическая коробка передач. Потому что у нее ход вот реально вот такой. Нет, вот такой, чувак. Ты так тыц, и ты не понимаешь, что она уже вставилась. И из-за этого привыкнуть тяжело. Ну, на механике очень много машин с разными механиками вождения. Я понял, почему нахреново тормозит, чувак, автообзорщики хрена. Вы сюда посмотри. А хотя у тебя такая же штука, да? Ты не понимаешь, в чем проблема. Ладно, ну, чувак, нормально натормози. Потому что, ну, это одна и та же платформа у Сандерика, что же самое. На самом деле, проблемы нет. У Грандеура была проблема, потому что машина и достаточно быстрая, и при этом тяжелая реально. Ты ее пригрузила, она прям не... Ладно, там была проблема в чем? Ты один раз оттормозился сильно, и все, тормоза не работают. А здесь ты просто привык. Это нормальные тормоза для легкой... Ну, нужно было хоть один минус найти. Опять скажут, что скажут. Что скажут? Что мы продались. Кому? Ниссану. Ниссану. А правда у меня, она же недорогая, да? Да, она недорогая, она десятка стоит. Ну, как бы 10-11 тысяч она стоит. Все форумы, все, все можно, смотрю, ищу. И, соответственно, сейчас тоже на этом, на авторе, которые есть, типа, доступные там модели. Ну, а там тоже, знаешь, купили в салоне в Киеве... Э, купили в салоне написано, типа... Я такой думаю, ну, в салоне, в Украине, наверное, салон купили. Но, походу, не купили не они в салоне, а просто эту машину... Когда так купили в салоне? Потому что там, этот, американ... Ну, а эта же машина, вообще, много для американского рынка выпускалась. И это, походу, тоже признанно с Америки, потому что у нее мили, сзади этот, ну, квадратный такой номерок. Зеркало вот это с увеличением. Ну, на зеркало, там, по фоткам сложно понять, а такое, ммм, куплено в салоне. На заставке уже стоит? Потому что едят просто 350 Z, которые официально покупались в Украине, они официально продавались. Да, у меня знакомый, у Рауля Челочавы, тоже 350 Z. Ну, я не знаю, сейчас, здесь, порни, или нет, но он катался... Просто я столько, знаешь, машин подобного рода пересмотрел. Каких-то, хотелось, и классических, типа, ну, такие, типа, японские, там, мне нравятся вообще японские машины. Вот, и такое что-то, чтобы вот за те года оно не убилось. Потому что там, типа, как у Маздочка, да, ну, Иванова. Ну, у них моторы, ну, типа, слабенькие, да, там, ну, есть к ним, конечно. Ну, именно старые, если что-то брать, да. Или вообще, вот, многие вот эти, типа, купешки у них с моторами обычно, ну, они не сильно маленькие, да. Хорошо, а здесь стандартный 3.5 атмосферный, ни турбин, ничего, ну, как бы, ну, просто есть бензин и конец. А вилового года ты смотришь? В 2008-го. В 2008-го, это реально... Это последний рестайль. Это 10-12 тысяч прям реально вложится. Ну, как бы, там сейчас диапазон 11-13. Вот за 13, как бы, подается вообще идеал, на английском написано. Идеал, идеал. Вот, и он просто тоже весит америкосовый. Я, на самом деле, тоже не боюсь, мне кажется, на америкосовый, потому что их слишком много для американского рынка когда-то делали. И, понятное дело, что их оттуда могли привезти сюда и кучу всего. Я когда-то думал, на что ее менять. Думал, ну, вот, типа, если там, я смотрел просто по линейке Nissan, на что менять, ну, как всегда можно найти альтернативу, но у Nissan много, знаешь, есть, типа, потому что я думал, вначале Qashqai. Ну, думаю, а что Qashqai внутри меньше, чем мой, ну, типа, вот такой, например, те же годы. Потом, думаю, дальше только, блин, X-Trail. Новый X-Trail вообще, я не понимаю, что это Qashqai. Да, да, да. Я не понимаю, это старый X-Trail, вот, неочный, который квадратный. Квадратненький офигенный был. Да, я прям, у меня просто как раз у знакомого есть, и он такой офигенный, большой. Ну, Захара там, по-моему, что ли, был такой X-Trail, он то ли полмиллиона проехал на нем, что-то такое, прям космический. Я, кстати, слышу, что он, ну, не убивает тачку, как право. И красивый, главное. Да, да, и он, ну, мощный, хороший, типа, большая машина. Вот, и кучу пересмотрел, но он, ну, типа, он тоже уже и старенький, и, в принципе, он большой. Нет, бери 350Z. Да, да. Чувак, за десятку мы приедем снимать тачки до десятки. Ну, мы что-то отломаем ей, чтобы она чуть понизилась в цене, и будет тачка до десятки. У меня раньше была вот мечта взять, вот такая же мечта у меня, кстати, была, когда я хотел себе и PowerNone взять. У меня же фишка в том, что он за 7 секунд разгоняется досолка. Он, типа, супер резкий, ну, прям, реально очень быстро. И я думал, о, сейчас у меня будет тачка, типа, ну, рот, снаружи, но быстрый внутри. Вот, потом я что-то как-то передумал, потом думал, ну, знаешь, есть как марки, еще такие, как это, бизнес-классы, да, но с движками поинтереснее, да. И как-то, Infinity, наверное, тоже. Ну, Фиников куча есть с этим двигателем. Да, 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 вот, и типа, как тачка, как будто с виду такая себе, но ты можешь, как бы, подгазовать. А сейчас я понимаю, что вообще мне, наоборот, подгазовать не очень интересно. Ну, как бы, если она умеет, это хорошо. Ну, вот, чтобы она внешне была, прям, пушечка. А 350, ну, ты просто приехал куда хочешь, и ты на 350, это легенда. Когда этот телефон тебе достался? Ну, сколько, как только вышел, да, получается, ну, примерно. Тут даже SD-карточка, только ее, если что, не туда вставлять надо. Нет, я ее недавно еще вытащил, как подорожник приложил, не работает. Нет, на самом деле, офигенный телефон, я до сих пор еще им пользуюсь, и... Я просто не понимаю, на чего менять. Ну, вот, я смотрю на все, ну, как бы, по фоткам, он не контрится. Ну, вот, что, фотка, это офигенно. Google камера есть, ну, типа, ну, все. А что еще надо от телефона, я не знаю. А на всем мне не надо. Делают. Да, алло, алло, делают. Покажи, что на заставке. Что это, что это, 350 Z. Не, ну, машина реально классная. Выглядит прям, вид имеет, так скажем, да, его. Поэтому, и там просто еще была фишка в том, что, блин, они с 2003 по 2008 год выпускаются. Именно 350 Z. И вот, как бы, пять лет практически разница. Это тоже очень, ну, весомый, знаешь, отметок. Их много продают, это 2003, 2004 года. А там именно фишка в том, что 2008, а не движок там уже другой стоит. И эти тачки отличаются, у них на капоте такая чуть-чуть, ну, горбочек есть. Потому что они, короче, там чуть-чуть двигатель не помещался. Да, да, реально не помещался. И в предыдущих моделях у них, короче, передние эти, как его, цилиндры? Поршни. Показываешь на поршни, либо ты с чем-то играешься. Дойки. Нинтендо. Короче, передние цилиндры поршни, они перегревались. Вот, из-за того, что им как-то не хватало там воздуха. Ну, чуть-чуть, из-за того, что там крышка была как-то так сделана. Вот. Ну, это опять же, из-за того, что я вычитал. А вот как раз в этой, в последней версии, в 2008-м, там все пофигшено, там все хорошо. Но даже со старыми, на самом деле, они обычно жалуются те, что они перегреваются. Это когда ты часто будешь крутить, такой, блин, перегревается. Знаешь? Ну что, приехали в отличную локацию, чтобы снять коду. Спасибо, Стал, за интересные планчики и места. У меня в другой стороны влюбился в Киев, в Киев, в Киев, в Майвал. Это, 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 это гетто Ниссан. Вон они в контейнерах приплыли. Это мы, этот, неподалеку от Токио, от Токио находимся. Вот только-только буквально приехали свежие контейнера. Кстати, еще один плюс, не продавливается, да, даже если я сяду. Я не знаю. Блин, реально можно облакать, что это не продает. По-хорошему, да, плотник какой-то. Господи. Он меня пригласил домой. Ты в танки игра? Сейчас нет. Сейчас нет уже. Но лучше было сказать, сейчас нет, типа это. Да, потом, батон. Ну как прям сейчас нет, да? Зайдем, разденем спайры. У меня есть ствол, там такой. Я сейчас зайдем к тебе, покажу свое дуло. Самый ангар, ты мне свой. Я уже забыл, у меня, кстати, было что-то с большим стволом. Толстым или длинным? Не, не КВ-2. Смотри, даже шарит. Нет, этот объектус? Нет, а, 185, как по-моему. Это во взрослых, у нас такого еще нет. Да, 8-ой уровень. Стас, а почему, когда я трогаю фару, ходишь крыло? Ну, ходит крыло и ходит. В общем, спасибо тебе за хорошую машину, было интересно узнать. Но ты, короче, мне ничего особо не делал, у тебя ничего не делал. Не, из всего я, на самом деле, ну да, практически ничего не делал. Ну, как бы все, что с ней сделано, это все обычные, ну, какие-то, да, ты умошен. Я даже по регламенту, на самом деле, ничего не считаю, что ей надо. Просто я делал того, я делал того, кстати, каждый там 10 тысяч, ну, до, может, 10 тысяч стараюсь. Короче, посоветуешь ты эту тачку вот в диапазоне реально 5-5,5? Ну, вот именно как семейный автомобиль, да, вот как если там кто-то вообще... У вас не только двое, а там планируется трое, да, и вообще больше вещей хочется возить. Опять же, очень круто, что можно, знаешь, либо больше людей посадить, либо больше вещей положить, да, и ты можешь вот это туда-сюда... При этом сохраняя маленькие габариты автомобиля, все. Да, 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 вот, и это реально, ну, он, и он маленький по факту, да, ну, как бы он длинненький, 4 метра, относительно. Он компактный, парковатый, да, но когда на него смотришь, такой, да, вообще малыш какой-то. Ну, когда садишься внутрь, такой, нифига себе, как в Гарри Поттере вас зашел, а там вот эта расширительная магия, блин, в четвертой части была палатки в начале фильма. Ну, у Стаса ведь есть ребенок и жена есть, поэтому этот автомобиль действительно, как семейный, я считаю, очень неплохой. Как я понял, не единственный в своем классе, то есть выбрать есть из чего. Но, опять же, надо тоже понимать такую вещь, что сейчас есть засилие битков, и не всегда, купив биток, даже сделанный, ну, когда вы уже покупаете готовую машину, вы выиграете. Потому что бока могут вылазить, начиная с того, как вы выйдете куда-то на трассу и поймете, что машину чуть-чуть ведет, не так где-то потянули. Такая еще из-за того, что бока просто реально могут вылазить, типа, крылья прям просто могут вылазить. И улететь. Здесь машинка, которая была куплена у нас, проехала по нашим дорогам, и я не всегда считаю, что это минус, потому что всегда можно проследить ее историю. Вы можете посмотреть, она не битая, она была у всего нескольких владельцев, причем, которая у двух владельцев, да? У меня второй. Ты второй. Я считаю, вот такой, если вариант найти, вроде бы сказать, это невозможно, но заметьте, что... Большой пробег, знаешь, тут самая главная фишка, вот тут большой пробег, и все бы не смотрели на большой, все хотят машину 2002 года. С большим пробегом, но скрученным. До соточки, до соточки, максимум. Ну, второй год, да, ибо 50 тысяч, ну, типа, вообще... Ну, с Германии пригнать реально. Да, да. Ну, и это ж, ну, как бы, понятно, что, а если уже скрушили, значит, еще что-то могли сделать. Это всегда звоночек, хоть где-то одно... Могли свечи поменять, в принципе, да. Да, и руль, этот, как это, ремень безопасности могли... Вверх или вниз, да, да, согласен. И все, а потом... И все, да. Поэтому, на самом деле, большой пробег, это не такая уж проблема. Если за машиной смотреть, то ничего страшного с ней не будет. Спасибо, Стар, за то, что присоединился к нам. Левый, левый, да. Правый, правый, спасибо. Вот у нас и голландский формат завершения получился. Идем сыграть в тонкий, смотреть ангелы. Подписывайтесь, комментируйте, подписывайтесь на задрот, а он скажет, на задроте подписывается на нас, и, короче, мы будем вместе дружить и скрещивать дуло. Всем пока!